Всем здорова, это Котопес, а это вовсе не World of Warms Plains, да-да, это World of Warms Ships. Только что прошли вторые бета выходные и я хочу поделиться своими впечатлениями. Скажу сразу, что они мне понравились, и даже больше, чем первые, потому что в игре появилось то всего так раньше не хватало. Появился экипаж лицекомагира, которого можно прокачать аж до 20 уровня. Теперь можно играть отрядами, что для кораблей очень важно. Появилась модернизация. Это типа оборудования, которое в танках, например, играет очень большую роль. Еще осталась неактивная кнопочка боекомплект и снаряжение. Это, я так понимаю, будут расходы. Хотя нации осталось также две, США и Япония, корабли теперь доступны до 10 уровня. И как вы успели заметить, появились авианосцы, и это главное. Я, конечно же, сразу прокачал Лэнгли и рванул в бой. Но оказалось, что игровых подсказок явно недостаточно, а интуитивно воевать на авианосцах не так-то и просто. И я оказался практически бесполезным для своей команды. Неполадки устранены. Пришлось выйти из игры, пойти на форум и почитать руководство. Спасибо тестерам за подробные инструкции. Теперь дела пошли заметно лучше, хоть я и пользовался только автоматическим типом атак. И даже пару раз мне удалось уничтожить по три корабля. Нужно отметить, что уровень игроков с первых бета-выходных повысился. Тогда мне удавалось потопить несколько раз и по четыре противника. Немного об авианосцах. Истребители очень важны. Без них никуда. Они и свои эскадрильи защитят. Вражеским самолетам не дадут атаковать наши корабли. Но все-таки основной урон наносит, конечно, архитоносцы. Бомбардировщики способны лишь добивать вражеские корабли. Интур-вражеский линкор потоплен. Захожу на линию атаки. Иногда авианосцы сравнивают с артиллерией и фанком. Скажу так. Может отдаленно и есть какое-то сходство, но авианосец совсем не одна кнопочная техника. А скорее всего даже наоборот. Эффективно воевать на нем гораздо сложнее, чем на других типах кораблей. Еще пару слов о сравнении. Считается, что эсминцы похожи на легкие танки. Они быстрые и маневренные. С малым количеством поинтов, славой броней и вооружением. Все это так. Но если и сравнивать, и сменить сверху танком, то скорее всего только с барабанным. Типа 90К или Т-71. Незаметно подошел сбоку, напихал, разрядил барабан, нашу кучу торпеды и скрылся. Больше ничего сравнивать не буду. Хочу сказать огромное спасибо разработчикам за предоставленную возможность поиграть в выходные. Игра обещает быть очень интересной. С нетерпением жду ЗБТ. До встречи в воздухе, на суше и на море. И как говорится, держи курс. Крейсер противника уничтожен. Крейсер противника уничтожен.